Как у вас получается? Нравится? Очень! Это моя мечта. Мечта, да. Стать стилистом парикмахера. С каждым днем соседки по парте все ближе к исполнению мечты. Особый режим чуть не разрушил их планы. В апреле и мае девушки ждали, когда они смогут приступить к обучению. И с 9 июня у Лисаны Батардиновой, которая находится в декретном отпуске, появилась возможность заняться любимым делом. Это как бы было мое хобби раньше, то есть я всем девочкам делала прически. Это мне нравится, наводить красоту. Потом от этого я получаю радость, когда человек получает удовольствие от прически своей, то есть когда я навожу красоту. А Феруза Мещерова почти профессионал. Эти курсы у нее по счету вторые. Она умеет стричь мужчин, а сюда пришла, чтобы научиться дарить красоту женщинам. Я даже видела, кому нужно постричься. Кто уже постричься, допустим, я всегда оценивала, что вас хорошо постричь. Я всегда первая это замечала. В общем, мне это нравилось давно-давно. Это седьмое занятие по парикмахерскому делу в этом месяце. Теория, окрашивание, стрижки, укладки – все входит в трехмесячный курс. В этой группе учатся 24 человека. И декретницы, и те, кто в поисках работы. Наконец-то у нас начались курсы. Мы очень рады, что они у нас начались. Давно хотела попробовать. Пришла, чусь. Я уже в том году хотела пойти. Я в декретном отпуске нахожусь. Это моя мечта с детства. Тем более сейчас особо хочу, потому что у меня трое девочек и за мной. Теперь я буду знать, как все это правильно делать, как красить, как стричь, как укладывать. Буду профессионал еще одного дела своего. В центре занятости предлагают около 30 направлений для безработных. От маникюриста до электромонтера. Для декретниц предложений меньше – около 8. Мы исходили из того, что декретница у нас не пойдет учиться на стропольщика, на помбура, на слесаря по ремонту нефтепромыслового оборудования. Вряд ли. То есть вот эти рабочие специальности мужские мы исключили. Изучить бухгалтерскую программу 1С могут и декретницы. Но в этой группе сейчас учатся те, кто остался без работы. На 1 июня 2020 года численность безработных составила 3477 человек. Мне очень хотелось поменять рабочую профессию на общественную. Поэтому решила пройти эти курсы. Получить дополнительное образование в целях повышения своего квалификации. По всем направлениям, которые может предложить центр занятости, продолжается набор в группы обучения. Сейчас на учебу ходят 175 безработных. Есть места еще для 200 человек. А из декретниц обучается 33. Здесь готовы принять еще около 200 мам. По всем вопросам можно обратиться по телефону 32 34 93. Лисанов Залова, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ.